Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Анталии, сейчас направляюсь к девочке, с которой мы пойдем вместе смотреть для нее квартиру. Нет, не покупка, а аренда, потому что очень, ну скажем так, вы сами прекрасно знаете, например, было 3000 плата за квартиру, да, еще такое когда-то было, сейчас 12, резко, поэтому нужно что-то подешевле поискать, и по дороге я вам покажу, что вообще этот район, я вижу много строек, очень много строек, ну потому что люди покупают, поэтому и строят. Турецкая стройка, это что означает? Двое работает, трое смотрит, контролирует. Здравствуйте, это лыжак, это лыжак, это лыжак, это будет 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, но это будет умный дом, компьютерная все, ну не большой такой, конечно. Картварма, виза-картварма. Вот видите, как работает. Подвал. Четыре этажа, как? Алты, 6 плюс 1, еще такого я не видела, 7 комнат будет, последний этаж, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь работников, вот пожалуйста, и трое начальников, на семь работников, трое начальников, артисты, короче. Там он, ты шекеляр. А КЛФ, это я уже не первый раз слышу, что строят такие дома, ну то есть на компьютере, я не знаю, не помню как точно, на русском оно будет, но мне кажется, это будет дорого немножко. Вот еще одна стройка, практически, ну ребята, я слышала, говорили, ну не знаю, за шесть месяцев справимся или нет, посмотрим. А здесь старенькие домики, ну 20 лет точно, а может даже больше. Эти сносят, те выстраивают, и все. Ну здесь в принципе неплохой район, я вам скажу, я покажу на карте где-то, улицу скажу вам, где-то на доме нигде не написано. А этот, все, это вот уже будут сносить, или может такой конкретный ремонт будут делать, потому что если сносить, то в принципе сразу сносят, а то что-то непонятное. Так, это общежитие, Юриду, видите, такое общежитие. А вот здесь уже новенькие домики, сразу видно, балконы такие классные. Правда, вот с одной стороны очень классные стеклянные балконы, у меня самой такие, с другой стороны вот это мыть их. Юля, ну надо все убирать, так что не надо. Красиво зато. Дашка, Иран. Это походу одна фирма построила три дома подряд. Один ширкет. Ну вот видите, никакого бассейна, ничего нету. Даже, ну как скажем, какого-то парка. Просто ограждение. То есть вы должны уточнить, что в середине все-таки будет. От этого зависит Айдат. То есть каждомесячная плата за то, что вам будут предоставлять какие-то услуги. Если это услуги просто ограждения, и за них платить больше 100 лежу, ну я не вижу смысла. Поверьте, вот такие домики есть за ограждение, но или нет, спокойно можно пройти. Без проблем. У нас в доме тоже никакой охраны нет. И наши говорят, ой, давайте поставим камеры, скинемся. И что? Одел шапку, одел маску и зашел себе вор. Все. И что ты по этой камере будешь смотреть? Что? Ну это смешно. Я все же думаю, что это Турунч. Хотя может быть и мандарины. Не поймешь. Круглые балконы. Это очень красиво смотрится, но очень бестолково на них что-то ставить. Неудобно. Солнечные батареи, смотрите, есть. А вот там, где новое здание, их уже нет. Поэтому, ну понятно, что лучше покупать новое. Но если там нет солнечных батарей, ну это бред. Скажите, Юля, без проблем, вот еще одна стройка. Можно потом поставить. Ну, как вам сказать? Это вам могут так рассказать. На самом деле, если крыша рассчитана на солнечные батареи, специально ставят устройства, то есть дополнительные сооружения для того, чтобы эти бочки крыша выдержала. А вот такое, извините, полукруг, да, плюс это просто крыша. Никто не рассчитывал на бочки. То вообще неизвестно, или по технике безопасности вам разрешат их туда ставить. Понимаете? То есть, чтобы продать квартиру, конечно, вам расскажут, что без проблем. Но, судя вообще по конструкции, очень сомневаюсь. Но это вообще что-то новенькое. Это, я думаю, что уже сами загородили, вот эти кутовые. Там какая-то пустота. Но, честно, самая бесполезная квартира – это дубликс. Обычно в таких домиках делают дубликс. Но вот и сейчас мы разговаривали, там сказали 6 плюс 1. 6 комнат. Понимаете? И один зал. Ну, не знаю. Может, я не права, но смотрите. Огромный дом и всего-навсего 7 бочек. Ну, 8-10. Потому что там всего 10 квартир были. Чуть-чуть не знаю. Вот бочки есть. Это уже нормальный дом старый. Вот новый. Опять-таки бочек нет. Одна. Ну, то есть, на верхний этаж, в принципе, можно незаконно поставить. Тут, смотрите, слушайте, сколько здесь новых домов. Ничего себе. Красивые. Не поспорю. Ну, это новый дизайн. Без солнечных батарейок плохо. Смотрите, еще одно общежитие. Да. Кондиционеры есть. Все нормально. 24 часа. Есть камеры наблюдения. Маркет. Такой малюсенький. Такие вроде бы, да, уже дома стоят все новые. Кафе, конечно. Ну, может, это такой стиль, да, в досках все. Наверное. Потому что здесь, видите, новое, красивое. И кальяны. Да. Ну, тут новый, новый. Просто досками забили с той стороны. Кажется, что старое. Ковры вот так продают. И вот этот маркет, ну, посмотрите. Это ж просто. Ну, хоть бы подкрасили с одной стороны. Я думаю, они ничего не делают, потому что они тоже ждут, чтобы их кто-то выкупил. Это вообще артист. Дом их очень интересный. Балконы, как будто шкафчики выдвижные. Слушайте, я смотрю, что здесь так много застройок. Я даже никогда не рассматривала этот район. И никому не советовала. На самом деле, в принципе, отсюда, ну, пешком за 20 минут можно отойти до Марканталии. Конечно, лучше ближе жить, но даже так тоже неплохо. Тоже новенькое. Очень мне нравится рассматривать дома. Тут тоже красивые. Ну, вы посмотрите на артистов. Сделали такую рекламку. Вроде бы, да. Ну, что тут такого? Красиво. Сразу раз посмотрела. Ага, может, тут надо ребенку. Нитки еще плюс. 25-30 лир. Газ сразу. Некадар, биртаны? Ики из доксан. 290 лир средний. Бую колан? Айни мы? Айни. Айни. 12 килограмм идет и здесь, и здесь. Просто разные шкафчики. У кого-то он длинный, поэтому это везут. Это тоже домашний газ. Я почему-то думала, что это на производство. И тот стоит 290 и этот. По виду, мне кажется, что тот меньше. Но говорят, что нет. И там 12 и дам. 290 лир, упала цена. Я брала за 280 лир, но мои ребята знакомые 330, по-моему, еще тогда, в той зимой брали. То есть им резко подняли, а мы уже просто так решили наломать, знаете, Эль Молли Маркет. Но этот уже Маркет как бы понывее. Кстати, Аджар Маркет, он по всей Анталии, мне кажется. Это сеть. А вот А101 по-любому будет в каждом районе. Классный домик, но без солнечных батарей. И, наверное, еще и газ есть. Хотя не вижу вывода. Нет, вот есть. Видите, газовое отопление. Ой, заплатят они, конечно, за месяц. Ну, да, я против газового отопления. Нет, если это Куни-Алты, там, где холодно, реально, да. Да и, в принципе, какая разница. Ну, просто зачем использовать газ, если есть солнечные батареи? Понимаете, матушку, природу вообще не беречь. Ну, потому что надо заработать кому-то. А на солнце сильно не заработаешь. Еще одна пекарня. Тоже так ничего. 5 лир. Восемь. А что это за цены такие интересные? Что-то вообще дешево. Все, что можно, да, по мелочи. Типа берима, что мы с вами видели. Так. Извините, я иногда прерываюсь, потому что мне нужно посмотреть, куда идти. Я по карте иду. Тут вообще вырвать глаз можно. Так как раз Киртасия, книжный магазин. Остановка. Здесь, оказывается, даже сюда какой-то автобус едет. Давайте посмотрим, какой. Т, С, Т, Ж, Д, это G, читайте. 49, наверное, А, что-то таки, а может без А. Уже позачеркивали. То есть, один автобус здесь только проходит. Но это не очень хорошо. То есть, это... Сразу надо понимать, что вы пешкарусом будете больше, немного купить. Один автобус, это ни о чём. Посмотрите, как трогать и на дельфины. Я не могу. К чему, не знаю, правда. Мечеть. В каждом районе, конечно же, есть. И ещё один дельфин. Наверное, где-то лишними были. Они решили поставить. Ну, или к чему, я не знаю. Дельфины. Вот. Одна высотка, вторая. Две, три. Всё. В основном такие низкие всё-таки домики. О, Яшамхастаны все здесь. Ну, госпиталь, скажем так, такой красивый. Смотрите, разноцветный. Такой, как детский домик какой-то. Игрушечный. Обшар-синит. Слушайте, ну, нормально тут район. Я так смотрю, тут всё, что надо. Все магазины. Я вам скажу честно, вам и в центр не надо идти. Всё есть. Вот гарантий-банк есть. Ну, всё. Как бы всё, что надо. Гарантий-банк есть, Юля. Больше не надо никогда. Куда мне идти, Боже, Людмила? Сейчас смотрю. Чорба, пидек, кебаб. И перекусить. Я думаю, недорого здесь. Вот Яшамхастаны все. Аптеки две сразу. Ну, потому что понятно, что если есть больница, то нужны аптеки. Все же сразу выписывают лекарства. Домики. Ещё аптеки. И ещё две аптеки. Короче, шесть аптек. И я вот смотрю, ещё аптека. Обычно возле Араштормы Хастанысе там, мне кажется, 10, а может, 15 как минимум. Вы посмотрите на вот это чудо. На вот эту красоту. Колокольчики. Мои вы красотулечки. Пупсички такие. Это... Ой, как это называется? Дудочки ангелов. Или как она называется? Я забыла. Представляете? В январе светёт такая красота. Видите, это скорая помощь. То есть, слушайте, ну райончик никогда не думала. Вы посмотрите, ещё одна мечеть. Вы такое видели? Такая красивая, огромная. Главное, что тёмная. Это как-то странно. Похоже на какую-то историческую, знаете, давнюю. Но я не думаю, что. Это ж не старый город. Домочки, ну просто пупсики. Какие голубенькие. Цвет хороший. Странно, что не пишут, где название мечети. И как-то она непонятно, с какой стороны заходить. Стоит на перикосяк. Как его должны открывать мне. Тоже интересно. А, это ещё строится. Видите? Там ещё палки вот такие. Но странно, что она огорожена. Мне кажется... Да, написано, что с той стороны вход. Что это какая-то чуть ли не военная или что. Знаете, что удивительное? Первый раз за всю дорогу увидела. Вот для деток что-то. Может, я просто не замечала. Потом я буду монтировать видео. И сказать, Юля, вот здесь, вот здесь было. Но что-то я не припомню. Это стадион. Мне почему-то кажется, что мы с какой-то другой стороны вышли от Асима. Вот мне почему-то... Вот это, мне кажется, конференц-залка, где часто проводят сборы украинские. Победы. Ну, вообще, такой большой конкрет-зал. Дорогу будут новую класть. Чтобы повредили, наверное, пока строили дома. Я думаю, что мы где-то здесь заворачиваем. Все новые домики. Обалдеть! Это не очень нормально. А здесь все. Просто тупо сносили. И строили новые. Вы посмотрите, какие там царские хоромы. Вообще, район, конечно, обалдеть. В следующем видео покажу вам, какую же квартиру нам предложили. И какие еще условия выставил риэлтор. Я думаю, вам будет интересно. Потому что я о таком услышала вообще первый раз. Поверьте, я уже квартир видела очень много. И условий тоже слышала много. Но это новая фишка. Если вам нравится со мной гулять, вам интересны мои видео, буду рада вашему лайку, подписке и комментарию. Целую вас, люблю, обнимаю. Всем желаю мира в душе, любви, благодати и мудрости. Берегите друг друга.